Добрый день, друзья! Мы продолжаем раздавать полезные лайфхаки по юриспруденции. Итак, в Актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу Гарант 24 обязали возместить ущерб потерпевшим. Правда, не все 17 тысяч обманутых вкладчиков могут рассчитывать на возврат своих денег. Как выяснилось, к сожалению, 35 человек попросту не дожили до оглашения приговора. Напомню, что в конце августа 48 обвиняемых в крупнейшей финансовой пирамиде получили реальные сроки. Их всех признали виновными. В тюрьме они проведут от 7 до 18 лет. И хочу сейчас напомнить о том, что отныне некоторые обманутые вкладчики могут вернуть свои дома и имущества путем признания сделок недействительными. Говоря простыми словами, если вы отдали квартиру и она была незаконно продана злоумышленниками, то вы можете вернуть свою квартиру через суд путем подачи соответствующего иска. Для этого я даже приберег постановление Верховного суда. У нас был опыт по незаконно проданной квартире одним риэлтором, которая была продана 5 раз. И все 5 сделок признали недействительными. Вот что именно пишет суд, вынося вот такие вот решения. Признанием судом договора купли-продажи номер 1 недействительным восстанавливаются права гражданина М. Все последующие договора купли-продажи вытекают из этого же договора. Суд ссылается на статью 158 Гражданского кодекса и указывает, что если содержание не соответствует требованиям законодательства, а также если она совершена с заведомо противной основой правопорядка, она является оспоримой и признается судом недействительной. При наличии умысла на достижение преступной цели лишь у одной из сторон, все полученное по сделке подлежит возвращению другой стороне. Как установлено, на совершение сделки по договору купли-продажи от 8 августа 2006 года гражданин М. свое согласие не выражал, полномочия на совершение сделки никому не выдавал. Сделка совершена помимо воли и изъявления гражданина М. С использованием поддельной доверенности, за что виновные лица были осуждены за мошенничество. Соответственно, все последующие сделки являются ничтожными. Вердикт суда был в пользу гражданина М. Ему вернули его законную квартиру, несмотря на то, что она была перепродана целых 5 раз. То есть суд считает, что если первая сделка совершена путем мошенничества, и если это подтверждено приговором суда, то суд обычно выносит решение о возврате этой квартиры законному собственнику с признанием всех остальных договоров ничтожными. И даже если эту квартиру спрятать под легендой добросовестных покупателей, суд все равно возвращает его законному владельцу, потому что у нас есть приговор суда. Вот такая практика существует на данный момент в суде, и этой информацией мы делимся с нашими дорогими подписчиками. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими юристами, телефон будет под этим видео. Самое главное, не бойтесь отстаивать свои права. Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok